Друзья, лето – время путешествий и приключений, и сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие по книге английской писательницы Джен Грин «Рискни стать полярником» в хронике опасных приключений, которых лучше было бы избежать. Замечательные иллюстрации книги сделаны Дэвидом Энтрамом. В полном соответствии с историческими фактами книга расскажет о трудностях, полярных путешествий, романтике и героизме, выносливости и товариществе. Начало XX века – это великая эра полярных исследований. В сотни лет отважные и стойкие искатели приключений изучали Арктику и Антарктиду, северные и южные полюса нашей планеты. Сперва мореплаватели пытались покорить Арктику, этот огромный, покрытый многолетним льдом океан, в центре которого находится Северный полюс. Всего лишь точка на постоянно движущемся льду. Люди надеялись открыть новый короткий торговый путь из Европы в богатый Китай через северные моря и снаряжали для этого множество экспедиций. Но многокилометровые ледяные пространства преграждали им путь. Затем человек захотел узнать, что же находится там, на самой макушке Земли, в самой северной точке нашей планеты. На покорение Северного полюса ушли столетия. В 1820 году русские путешественники Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли самый южный материк на планете – безжизненную ледяную Антарктиду. Начало 20 века Арктика и Антарктида все еще были малоизученными, недостижимыми и непознанными. Путешественники со всего мира стремились туда для того, чтобы узнать больше о загадочных полюсах. Наш рассказ об экспедиции Эрнеста Шеклтона. Эрнест Шеклтон планирует впервые в истории пересечь Антарктиду, пройдя через Южный полюс, то есть преодолеть 3300 километров почти не исследованной дикой и безжизненной льиной пустыни на собачьих упряжках от моря Уэдала до моря Росса. Он помещает объявления в газете «Требуются мужчины для рискованного путешествия, небольшая плата, жестокий холод, долгие месяцы полной темноты, постоянные опасности, благополучное возвращение не гарантируется, в случае успеха, почеты, признания». Экспедицию начали готовить в 1912 году, а к лету 1914 года был готов корабль, выстроенный специально для полярной экспедиции. Он назван «Эндуранс» в переводе с английского «Стойкость» в честь девиза рода Шеклтонов «Стойкостью побеждаем». «Эндуранс» – это трехмачтовое парусное судно, имеющее вдобавок паровые двигатели. Выстроено оно из прочного дерева с таким расчетом, чтобы пробиваться на нем сквозь льды. Экипаж «Эндуранс» состоит из опытных рыбаков и полярников-исследователей. Также в экипаж входят два доктора – кок, плотник, художник и фотограф. И, конечно, штурман и инженер. На борту – 60 издовых собак, две свинины на мясо и корабельное окошко «Мисс Гулёна». 8 августа 1914 года судно «Отчаливая», держа курс на юг. Оно делает остановку китобойной базы «Рутвикен» на острове Южная Джорджия, расположенном в южной части Атлантики. От китобоев становится известно, что море в этом году очень ледистое. В декабре «Эндуранс» входит в море Уэдала. Кажется, цель берег Антарктиды близка. По прошествии двух дней путь преграждают огромные плавучие глыбы пакова льда. Корабль целых полтора месяца пробивается вперед. И все-таки счастье изменяет морякам. Всего в 160 километров от суши, что составляет один день хода, корабль врезается в ледяное поле и плотно застревает в нем. В феврале, в разгар антарктического лета, лед подтаивает, и в нем образуются трещины. И вся команда пробивает путь к воде, но лед слишком толстый. Радиосвязи с внешним миром нет, так что помощи ждать не приходится. Остается смирно сидеть на судне, вместе со льдом медленно дрейфовать на северо-запад, то есть прочь от Антарктиды. Месяцы текут один за другим, вот и зима наступает. В мае солнце скрывается за горизонтом, и следующие четыре месяца проходят в темноте, мрачные и томительные дни. И команда развлекает себя тем, что играют в футбол или устраивают гонки на собачьих упряжках. Месяц за месяцем эндуранс остается недвижимым в ледяном плену. В августе 1915 года паковый лед трогается и начинает медленно сжимать судно. Слышатся громкие звуки. Корпус судна трещит, дребезжат стекла. Внезапно корабль подбрасывает вверх, и он, накренившись, падает на бок. Внутрь устремляется ледяной поток. Провизия, люди, собаки, все оказывается в воде. Воду откачивают насосами день и ночь, но толку мало. Наконец, Шеклтон приказывает оставить корабль, и все перемещаются на лед, соорудив из парусиный скат, и по нему спускают припасы, провизию и оборудование. После 10 месяцев ледяного плена в ноябре эндуранс полностью исчезает подо льдом. Теперь команда остается без судна посреди замерзшего океана. Ближайшие к крайней точке антарктического побережья остров Фауле, на котором можно найти убежище и еду, находятся в 650 километров. Шеклтон решает пробираться к нему по льду, таща за собой две шлюпки. Все члены экипажа разбиваются на команды, впрягаются и тащат шлюпки, каждая из которых весит больше тонны. За неделю они преодолевают всего 11 километров, с такой скоростью и за год не добраться до суши, а еды остается меньше, чем на два месяца. Шеклтон сдается и приказывает обустроить лагерь на льду. С течением времени либо лед растает, и можно плыть на лодках, либо льдину отнесет ветром поближе к земле, если, конечно, еще раньше люди не погибнут от голода. По прошествии нескольких недель паковый лед начинает терять крепость, и первый лагерь приходится покинуть. Второй лагерь получает название «Лагерь терпения». Терпения действительно требуется много, потому что жить здесь монотонно. Основные занятия – это охота и попытки согреться. Моряки бьют тюлени на мясо, а ворвань из их жира служит топливом для печурки. На обед каждый день одно и то же – мясо тюленя. Из корабельных запасов удалось спасти лишь грецкие орехи и лук. Также приходится остерегаться свирепых морских львов. В атаке они своими огромными клыками могут убить человека. К марту лагерь на льду отнесло далеко на север, к самому краю района ледяных полей. К апрелю лед скрывается настолько, что можно уже поставить на воду три спасательные шлюпки. Шеклтон принимает решение добраться до острова Элефант, лежащего 160 километров к северу. Все рады двинуться с места. Но плавание очень опасно. Хрупкие суденушки лавируют между громоздящимися, тут и там айсбергами, грозящими разломать их в щепки. Бушующие волны в любой момент готовы поглотить путешественников. Люди промокли до костей, голодают и мерзнут на протяжении всего пути. Некоторые из них обморозились. Ночные часы команда проводит на какой-нибудь льдине побольше. Но лед тонок и коварен, и однажды он треснул прямо под палатками. После недели, проведенной в море, все кричат «Ура!», когда на горизонте появляется долгожданный остров Элефант. Но найти подходящее место, чтобы причалить, удается только через три дня. Когда шлюпки с хрустом езжают на прибрежную гальку, все нетерпеливо выпрыгивают на берег. 497 дней прошло с тех пор, как люди последний раз вступали по суше. Команда пробует поставить на берегу палатки, но ветер рвет их в клочья. Все забираются под перевернутые шлюпки и засыпают. До спасения далеко. Ближайший обитаемый остров Южная Джорджия расположен в сотнях милях отсюда. Понимая, что спасения ожидать неоткуда, Шеклтон решает, как следует укрепить одну из шлюпок и плыть в ней на Южную Джорджию, остров, лежащий в 1300 километров от Элефанта. Там на базе китобоев живут люди. Он отбирает себе в спутнике пять человек. Плотник готовит шлюпку к отплытию, делает борта повыше, набивая на них деревянные планки, крепит гвоздями парусину покрытием. Матросы для водонепроницаемости судна покрывают олифой доски и смазывают тюлени кровью все швы. А чтобы повысить устойчивость шлюпки в бурном море, в нее грузят тонны камней. 24 апреля 1916 года судна отходят от Элефанта. Шансов добраться до Южной Джорджии немного, ведь этот остров – крохотное пятнышко в Безбрежном океане. Точно выверить курс маленькой болтающейся на волнах лодчонки почти немыслимо. А стоит отклониться от курса на долю градуса, и остров просто останется в стороне. Жестокие ветра, волны, а порой и целые валы захлестывают лодку. И все же после двухнедельного пребывания в море сквозь туман люди различают черные береговые утесы Южной Джорджии. Победа! Однако ураганный ветер гонит шлюпку прямо на скалы и проходит еще целых два дня, прежде чем команде удается выбраться на сушу. Ну а люди на острове Элефант теснятся в хижине с крышей из лодок, питаются моллюсками и кашей из водорослей и ждут Шеклтона. Команда провела неделю на побережье Южной Джорджии, приходя в себя после плавания. И как оказалось, они причарили не с той стороны острова, и таки табойная база остается еще целых 240 километров морем. По суше ближе, но надо перейти на другую сторону острова, через горную гряду. И все же Шеклтон решает пробираться к базе китобоев напрямик. Берет с собой двух матросов, троих членов экипажа, совершенно измученных, они оставляют под перевернутой шлюпкой и трогаются в путь. Рюкзаков у них нет, запас еды складывают в носки. Сначала маленькая команда карабкается вверх, но очень скоро темнеет, а перед ними склон, и надо спускаться, чтобы не окоченеть. Тогда, свернув веревку, они соорудили санки, которые с головокружительной скоростью летят вниз. Через много лет по их пути пройдут прекрасно экипированные и подготовленные альпинисты. Они не поверят, что людям, измученным, голодным и без снаряжения, удалось преодолеть эти горы. Ранним утром следующего дня моряки слышат звуки скитобойной базы, а через девять часов они, подшатываясь, подходят к жилью, все грязные и обросшие. Двое мальчишек, которые повстречались им первыми, в ужасе шарахаются, но китобои гостеприимны, угощают горячей едой и укладывают в постели. Привозят на базу ваших товарищей, которые ждали на берегу. А Шеклтон пытается вытащить свою команду, оставленную на элефанте, снаряжая различные спасательные экспедиции. Но тяжелые погодные условия, лед и ветра – все время против него. И, наконец, через четыре месяца вы возвращаетесь на элефант. Все живы и здоровы, и спасены. Экспедиция Шеклтона не задалась с самого начала. Она не достигла поставленной цели, не пересекла Антарктиду. Почему же сэра Шеклтона и всю команду встречали на родине, как настоящих героев? Шеклтон показал своему экипажу другим людям пример настоящего товарищества, заботы о каждом человеке в команде. Он искал любые пути спасения, рисковал жизнью, чтобы не потерять своих друзей. Путешественники были мужественными, находчивыми, терпеливыми, трудолюбивыми. И, несмотря на неудачу, эта экспедиция стала примером храбрости и взаимовыручки для последующих поколений полярников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова